Всем привет, друзья! Недавно, значит, произошла история. 10 июня в ночь погиб, ну, точнее, нашли тело погибшего мальчика, ну, совсем ребенка. На промзоне нашли огражденной территории тело мертвого ребенка. И об этом, собственно, сообщается в СМИ. Давайте посмотрим сюжет. Новость о страшной смерти октябинского школьника в пасти бродячих собак потрясла Казахстан. Звери растерзали мальчика неподалеку от дома, и это не первое кровавое нападение. Несколько недель назад животные атаковали девочку-подростка. Ее спасли, но нужны пластические операции. Сейчас, после леденящей крови трагедии, горожане требуют вернуть отстрел бездомных псов. Как нам сообщают в ТВ-сужете, ребенок погиб от укусов собак. И, как вы поняли, далее они требуют возобновить отстрел собак. Сообщают о том, что причина смерти ребенка по заключению неких специалистов. Мальчик скончался от обширной кровопотери. Полицейские приехали на место происшествия ближе к ночи. По заключениям специалистов, мальчик скончался от обширной кровопотери. На теле ни одного живого места, сплошь рваные раны. Новостной сюжет вышел 11 июня. Нам четко подчеркнули, что во всем виноваты собаки. Жители требуют сатисфакции от стрела этих собак. Возмущены проблемы. Также специалисты установили причину смерти этой кровопотери. Сюжет вышел, повторяю, 11 июня 2020 года. 13 июня происходит брифинг, где дает комментарии уже Аким области Андосыну Розалин про его коррупционные хищения. Подвиги так называемые. Я снял большое расследование. Ссылка в описании. Перейдите, посмотрите. Много нового узнаете. И вот Андосыну Розалин заявляет следующее, что возбуждено уголовное дело по факту убийства. Понимаете? Уже убийства. И возможные причины смерти, оказывается, только устанавливаются. Взбуждено ли уголовное дело по факту гибели ребенка? И будет ли кто-то из госслужащих привлечен к ответственности в рамках этого дела? Уголовное дело возбуждено по факту убийства. Сам термин, наверное, вам о чем-то говорит. То есть, я еще раз говорю, сейчас проводится разработка различных версий. Непосредственно, от чего наступила смерть ребенка. Что способствовало тому, что он оказался в этом месте. Территория огражденная. Посторонних туда просто так зайти не могут. Могла ли собака дотащить этого ребенка туда или нет? И там много факторов. То есть, таким области, в принципе, ставят под сомнение, могли ли собаки туда вообще притащить ребенка. Специалисты какие-то работают и устанавливают причину смерти. То есть, 11 июня было четко известно, что ребенок погиб из-за укусов собак от обширной кровопотери. Установили это какие-то независимые специалисты. А 13 июня он до сына Розалин уже забыл причину смерти. И стал сомневаться, что туда могли затащить ребенка с собаки. Чем же вызваны стали такие вот сомнения? Сомнения вызвали кое-какие просочившиеся в сеть интернета материалы дела. Во-первых, ребенка нашли без нижней одежды. То есть, ниже пояса он был голый. Во-вторых, на месте гибели нет луж крови. В-третьих, есть вот такие вот два, точнее, два вот таких вот фрагмента видео. Я комментировать даже не буду. Посмотрите сами и сделайте выводы самостоятельно. А вообще, говорят, Алабай, вообще вы Алабая видели? В окружности Алабая не видели? А собак вот это стаями ходят? А такой вот прям толкучки не было, да? А, Енда, вы как думаете, вот эти укусы собаки были на нем? Жок, Жок, вы же говорите цтиген балана. Укусы видели, да, вы, Алаба? Нет, 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 в жалроваторах мы видели, в неделе. Жалроватор, но это может не укус быть, да? Угу. Может, укус, на укус вы не подозреваете? Может, просто рана была, да, там? Или укус? Сухар, сухар, что ты видишь, солдат. Мясо висит, да? Нет. Почему? А это все, что я не подозреваю, что я не подозреваю. Ммм, он давал, да, кишки? Нет, я не подозреваю. Это вы сами обнаружили? Сами увидели, да, ага? Нет. Ой, рахмета, ага, все, я вас... Теперь внимание, на тех, кто распространял два вот этих фрагментах видео, ну, которые, в принципе, просто содержат какой-то бытовой разговор, на них сейчас оказывается давление со стороны полиции. Их начинают таскать на допросы, всячески угрожать уголовными делами в стиле Тагжан Кажалиева, типа, вас посадят по 274 УК РК, распространение ложной информации, слово заведомость выкидывают. Но 274 УК РК на самом деле применимо не к этим людям, а к телеканалу Астана, на котором четко, как вы помните, было сказано, что он недвусмысленно, что ребенка загрызли собаки, и он умер от потери крови. При том, что 13-го Аким области уже сомневался в этих, собственно, заключениях, экспертизах. Новость о страшной смерти актюбинского школьника в пасти бродячих собак потрясла Казахстан. Звери растерзали мальчика неподалеку от дома, и это не первое кровавое нападение. Несколько недель назад животные атаковали девочку-подростка. Ее спасли, но нужны пластические операции. Сейчас, после леденящей крови трагедии, горожане требуют вернуть отстрел бездомных псов. Их, к слову, в областном центре развелось тысячи, но власти не спешат действовать. Репортаж Ольги Литвиной. 12-летний Мадьяр был средним ребенком в семье. Накануне, около 7 часов вечера, он, как обычно, пошел играть с друзьями. Но спустя два часа бездыханное тело нашел сторож на стройке неподалеку. Ребенок был просто растерзан. Родные до сих пор не могут поверить в случившееся и требуют возобновить отстрел бродячих собак. Почему у нас не ценят человеческую жизнь? О собаках беспокоятся. От имени всех матерей я проклинаю того человека, который запретил отстрел собак. Если не можете найти этих псов, найдите их хозяина. Пусть ответит за смерть моего внука. Полицейские приехали на место происшествия ближе к ночи. По заключениям специалистов, мальчик скончался от обширной кровопотери. На теле ни одного живого места, сплошь рваные раны. По факту насильственной смерти возбуждено уголовное дело. 11 числа на телеканале Астана, получается, все знали, что произошло. А 13 числа Аким уже забыл. Получается, телеканал Астана распространяет как раз-таки ту самую заведомо ложную информацию с целью вызвать панические настроения, общественный резонанс и создать так называемую кинофобию. То есть, не от слова кино, а кинофобия это боец собак с греческого. Но уголовным делом пугают не телеканал Астана, а активистов, которые распространяют видео, которое уничтожило официальную версию про якобы кровопотерю. Из чего появляется другая версия. А не стал ли ребенок жертвой педофила? А собаки его просто уже растерзали в мертвом состоянии. Уже после, соответственно, произошедшего. При этом менты угрожают активистам и говорят, что якобы они нашли какое-то там видео, где четко видно, как на мальчика напали собаки. Но это видео, конечно, никому не показывают. Потому что тайна следствия. Как вы понимаете, его видели якобы только родители. И они подтверждают, что не видели это видео. Хотя с ними я не разговаривал. В общем, никто с ни с кем не разговаривал. Никто ничего не видел. Но видео, как уверяет полиция, существует. Существует ли видео, возникает вопрос. А также, с какой целью возникает вопрос. Телеканал Астана запускает такие сюжеты, где недвусмысленно создают панические настроения, сугрозы собак и требуют их отстрела. Цель элементарная, на самом деле. Отстрел собак не дает никакого результата. В частности, укусов и безопасность не повышает. Это просто коррупция. Отлов отстреливает собак. При этом поддерживает определенную численность собак. популяцию. Чтобы бизнес не кончался, как вы понимаете. И на это, так называемый, собственно, отлов, уже выделили деньги, о чем торжественно сообщил Аким Актюбинской области, он да сыну Розалин. Все-таки не ответили на вопрос. 41 миллион тенге, который сейчас уже выделен. Насколько в родящих собак эти средства рассчитаны? Я еще раз говорю. Этот расчет проводился с учетом того количества собак, которые, возможно, будут отловить с июля месяца. Но это всего-навсего первый пробный шар. Мы не знаем, сколько их будет. Больше или меньше, чем мы ожидаем. И еще раз говорю, на данный момент вопрос содержания этих собак, то есть мы же их всех не уничтожаем, их надо содержать. Насколько она долго затянется, никто мне конкретный прогноз не смог дать. Никто не дал расчеты. На сегодняшний момент вот эти 41 миллионов, это пробный шар. Увеличить можно их. Здесь проблемы нет и на сотни миллионов. Мало 40 миллионов? Можно и до 100 легко увеличить. Это не проблема, подчеркнул Аким Области, Актюбинская Анда, сын Розалин. Молодец. В телеграм-канале я опубликовал статистику укусов и отстрелов, отлова животных по областям. Сами можете посмотреть эту таблицу, сделать корреляцию, сделать какие-то выводы, влияет положительно отлов, отстрел на укусы животных или не влияет вообще и так далее. Это останется, собственно, там без выводов, просто статистика, цифры. Сами можете проводить корреляцию. Но на самом деле отлов – это очень криминальный бизнес. Вы будете удивлены, в отлове на каждой собаке зарабатывают примерно в районе 100 баксов. Прививки, чипирование, питание. Потом собаку, ещё мясо собак продают по 800-1000 тенге за килограмм. По закону отлов, типа как бы раздаёт, должен раздавать собак хозяевам или кому-то, кому они эти собаки нужны. Есть инстаграм-каналы этих отлов. Там уже сами непосредственно люди замечают, что одни и те же лица приходят каждый день за разными собаками, и эти люди, собственно, задаются вопросом, а зачем какому-то человеку, там, я не знаю, 30 собак, он что, их жрёт, что ли? И вопрос вполне резонный, кстати говоря, скорее всего, и жрёт. Но это уже другая история. Берегите себя, друзья. И не забудьте поделиться этим видео, подписаться. И ссылки на поддержку материальную в описании. Всем удачи, до свидания.